Премьерным показом спектакля «Азорь здесь тихий» по повести Бориса Васильева открылась обновленная сцена театра-студии «Аврора». Навыком актерского мастерства молодежь здесь обучают действующие артисты Старооскольского театра для детей и молодежи. Маму, сестру, братишку, всех из пулемета уложили. Расстрел был? Расстрел. Семьи комсостава вывели под пулемет! Расстрел. 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 Меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела всё. Всё. Сестрёнка последняя упала. Специально добивали! Пять совсем юных зеничец и старшина Восков. Повесть Бориса Васильева о женских судьбах во время войны уже не раз экранизирована. На многих сценах страны и сегодня идут спектакли «Азори здесь тихие». Постановка была и в репертуаре Старооскольского театра. 20 лет назад её ставил режиссёр Виктор Оршанский. Теперь история о пяти зеничецах ожила в студии «Аврора». Помогите! Спасите! Помогите! Помогите! Спасите! Помогите! 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 Лизу Бричкину в спектакле играет 14-летняя Софья Васютина. В будущем она планирует продолжить обучение актёрскому мастерству, но уже в театральном вузе. Роль, признаётся девушка, далась сложно. Передать характер героине помогло проживание её чувств и эмоций. «Лиза, она влюблена в Воскова. И она пытается как можно больше ему уделять внимание, времени. И под конец она тонет в болоте. Вот. И это меня, наверное, больше всего цепляет, что у неё такая смерть душесчепляющая». Горькая участь юных зенитчиц не оставила равнодушными первых зрителей. «Да мурашек. Просто игра актёров. Я вот сидела и не могла оторваться». «И смеялись, и плакали. Уже успели. И захотелось и перечитать, и вспомнить ещё раз. То есть эмоции у нас разбудили». В спектакле задействованы 12 актёров старшей группы студийцев. Самой юной актрисе всего 13. Но ребята по-взрослому подошли к серьёзной теме войны, признаётся режиссёр спектакля Марина Карцева, ведущая актриса Староскольского театра. Несмотря на продолжительность постановки, два часа с антрактом в студии её называют эскизом. «Я надеюсь и будем прилагать все силы, чтобы это когда-нибудь, может быть, переросло в спектакль. Чтобы он окреп, встал на ноги. Хотелось бы ещё вот этот вот наш набросок, который мы слегка прочертили, договорились о каких-то красках, которые мы будем в нашей палитре использовать, которые мы не будем брать, о каких-то психологических характерах, чтобы это всё углублялось, чтобы это росло, чтобы крепло, чтобы они чувствовали себя уверенно, легко». Премьерный спектакль стал первым в обновлённом театральном пространстве студии «Аврора» с полноценным зрительным залом, сценой и гримеркой.